Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! И сегодня у нас очередная гостья Сабиночка! Здравствуйте! Она мастер, хотела сказать мастер маникюра, как правильно сказать, лашмейкер. Да, вот, и сегодня мы будем снимать мукбанг, и она будет нам рассказывать про свою профессию. Да, Сабиночка? У нас сегодня не запивай челлендж, то есть мы должны покушать это все, не выпьев. И я, к сожалению, не знала, что Сабина не ест ковядину, да, или баранину, что ты не ешь? Что-то из мяса ты не ешь. Мясо ты не ешь, да, то есть либо это курица, ну, пиццу ты можешь, да, поесть? Да, конечно. Тогда тебе придется... Смотри, я нас держусь, насчет воды. Вот, так что здесь котлетка, ну, ты можешь котлетку убрать в сторону, просто поесть, а я съем с котлеткой. В общем, познакомились мы с Сабиной, очень интересно. Она мне делала реснички, да? Да, да. И в начале, Алька, как-то я подумала, что очень стеснительная. Я когда пришла, Сабина, я пришла в таком ужасном виде, потом я когда пришла домой, я думаю, господи, у меня перхоть, я как бомжара пришла туда. И вот, мы потом уже только в конце, когда ты уходила, начали немножко общаться. Да, ты включала музыку, Джонни. А что пойдет, если не общаешься? Скучно же все-таки. Нет, я поспала, я где-то час спала. Я даже не замечала, я думала, расслабляешься по этой музыке. Но мне очень понравилось, как ты мне сделала реснички, вот честно говорю. До этого я тоже делала, осталась, но не очень довольна. И длина была выбрана хорошая, и не было склеек. Как ты вообще пришла к тому, что будешь вот наращивать реснички? Если честно, я сперва хотела идти на парикмахера, я ходила как помощник, и все уже получалось. Именно по срижкам нет, конечно же, а по прическам мне очень все повезло так. А потом, я как-то думала, насчет маникюра, мне именно нравятся дизайны. А потом как получилось, что ты решила все-таки? Потом мне сказали, предложили, что вроде бы наш мейкером тоже нормальная эта профессия, и если что, попробуй. Даже скажешь, если тебе не получится, уже в конце мне сказали, если не получится, то ты пойдешь в мою рабство. Да? Да, такое тоже было. Мне кажется, интересно это все-таки. Ну, сперва, честно, первый день я не особо вникала, мне как-то было все равно, и первый день была теория. А, ты проходила курсы, правильно? Угу. Оля Абдулаевой, она, короче, 8 лет, грубо говоря, в Украине работала, а потом 2 года уже сюда пришла. И, значит, мы ее нашли по интернету, а потом... Ты получил диплом правильным? Да, правильно. И, значит, ну, она вроде нормальная женщина, если так сказать, очень общительная такая. И, значит, как пошла первый день теория, а потом, значит, нашлись как курсы. Мне первый день было так сложно, вроде такие трожатся, вот ты все трожишь, и думаю, что делать, блин. А, ну, знаешь, он так подходит к каждому человеку, немножко покажет, и все, и уходит, как бы ее не видно. И там что с девушечкой в глаз попадешь, что это уже все, а я тогда не при делах, там она что-то там стоит и делает. А вы сразу прям на девочках делали? Сразу, да, именно. А на куклах мы уже потом, когда они уходили, это, значит, знаешь, сколько у меня человек сидел? Где-то там 6 часов, было один раз 6 часов, серьезно. А так по 5. И это несчастные уже со спиной сломанные уходят домой. Ну, вообще, я слышала, что хорошие мастера как раз-таки делают долго. Вот ты мне делала долго, но я осталась очень довольна. У меня не было склеек, у меня не были красные глаза, у меня не было сжения. Первый раз, когда я делала ресницы, у меня прям глаза 4 дня были красные, мне сложно было их открыть, они чесались. Мне постоянно хотелось их потереть, в общем, сплошной стресс был. Я даже, когда первый раз делала, я уже передумала, думаю, все, больше никогда в жизни делать не буду. А потом как случилось, что ты решилась? А потом решилась, что нет, попробую, потому что у меня довольная сестра всю сознательную жизнь, она наращивает ресницы. И она мне всегда говорила, ты просто нарвалась не на того мастера. Но вот когда ты мне уже сделала, мне это очень понравилось. У меня вообще одноклассница тоже занимается ресничками, но она занимается в России. И она, можно сказать, купила себе квартиру и машину, чисто занимаясь ресницами. То есть она быстро набила руку и просто это делает дома. Надо? К ней на дом приходит. Ну это, в принципе, даже хорошо. Типа, сама себе хозяйка, сидишь тихонечко с работы, а там думаешь, что-то что-то сделал, убрался и принимаешь клиент. Да, я думаю, что это очень удобно. Во-первых, процент салону не отдает. Во-вторых, сама себе хозяйка. В-третье, записывает в то время, когда ей удобно именно. Да-да. Не, ну, в принципе, и раньше я вот тоже пыталась на скорость работать, чтобы немножко появилось. Потому что мне сказали, что если у тебя скорости не будет, то все, увы, дальше ее тоже не будет. Это мне последний день сказали, прикинь. Я такая, пригожу на следующий день. Мне сказали, если скорости у тебя не будет, то что все, будешь каждый день по 4 часа. Я такая, блин, уже боюсь. Скажу, что делать тогда. И ко мне люди, ну, сама представим, у кого же спина болит и так далее. Они хотят реснички нарастить, а ты, блин, делаешь 4-5 часов. Уже к тебе точно никто не видит. Даже если ты хорошо делаешь, но все равно спина же у всех болит. Ну, я спокойно спала. Без проблем. Я пришла утром. Причем, может, возможно, я спала. Просто потому, что я весь вечер в этот день, даже всю ночь не спала. Потом записалась прямо на утро. Пришла, легла, мне дали одеялко. Тут сабиночка так потихоньку, потихоньку. И все, я заснула. Наверное, от густоты ресниц тоже зависит, да, длина? Длина, ну, от густоты все-таки там, ну, каждого эффекта есть своя длина. И длина процедуры, я хотела сказать. А, ну, это да, это да. А если, например, густые реснички, то все-таки до 3-х часов, мне кажется. Что если прям такие очень... Вот у меня была недавно одна клетка, когда мы еще на дому были. Значит, она пришла, и у нее прям очень такие густоты реснички. Она мне такая приходит, говорит, давай делай мне 3D. Я такая, господи, ну, куда это уже эти швабры? Ну, и мы как-то с ней поговорили, договорились. Она сказала, что давай 2D попробуем. Первый раз все-таки, я тебя еще не знаю толком. Вдруг я сделаю тебе 3D, тебе не понравится. Ну, да, это ответственность. Да, и мы с ней сделали 2, да. Она такая, говорит, господи, это так много. Я говорю, а ты хотела 3D, ты куда там уже? И мы с ней, конечно, договорились, потому что на следующую процедуру сделаем 2,5. Значит, именно вот эти концы будет 2, а серединка 3. А было такое, что, например, ты сделала процедуру, а клиенту не нравится, например? Было, ну, сейчас скажу, было такое. Например, мы договаривались на 1, она, говорит, приходит... А, даже один, слушайте, расскажу вот как раз. Значит, она приходит, говорит, сделаем не густые, 2D. Я подумала, ну, давайте 3. А она говорит, нет, 2D. Я помню, было у одного мастера, мне делали 2D. Но одно но, я из-за того, что она начинала, я не очень в этом разбиралась. Значит, это было все-таки зависит от толщины ресниц. У каждого этого, например, мы делали айки 0,07. Это, оно выглядит и натурально, и естественно. А вот, бывает еще 0,10, 0,12, 0,15, это даже максимум. Я вообще не знала, когда Сабина мне сказала, что мы делаем, я говорю, что хочешь. Я такая, сперхать, у меня такой шухер. Я такая, в домашних трениках. Кстати, в этих трениках, короче, пришла такая, легла. Без особо там тона с этой маской. Вот, и Сабина спросила, что делаем, я говорю, что хочешь. И ты мне показала пару фотографий, я говорю, давай. Может, вы делали лисичку? Не, не лисичку. Раз, не, не, направленный эффект? Белочку. Белочку? Да, я помню, белочка это была. Еще мы в среднюю длину упрели. Мне, в принципе, очень не понравилось. Я даже сперва сомневалась, думала, вдруг не понравилось. Белочку у нас редко же кто делает. У нас большинство, то куколка, то лисичка. Ну, и после чего здесь лисичка? Мне лисичка не подошла. Я однажды делала. Они были просто очень длинные и в разные стороны. Сначала мне очень понравилось, но потом, когда я смотрела на себя со стороны... Кстати, в инстаграме у меня есть видео, где как раз такие у меня эти реснички. Я тебе обязательно покажу после видео. Ты как профессионал посмотришь со стороны на эту работу. Ой, обязательно. Они были настолько длинны, Сабина, что куда я не заходила. Первое, что мне говорили, кто вам делал ресницы? То есть настолько это бросалось в глаза. О, ресницы. То есть меня, Витя, задали. Смотри, какие ресницы. То есть это тоже не показатель. А я знаю, у меня вот всегда, когда ко мне приходят девочки, именно которые тут живут, и говорят то, что выходят прям очень густые ресницы. Они уже бывали мастеров. И даже недавно у меня был такой случай, то что они приходят именно такие очень с гутыми ресницами. Я их еле-еле снимаю, потому что я привыкла к своим работам, то что они легко снимаются, типа 5-10 минут. А бывало даже по часу, по два мы с ним... Нет, по два не было. По полтора часа мы снимали ресницы. Все ко мне подходят и говорят, что почему-то вы долго. И еще плюс наращивание, это три часа тогда было, где-то четыре часа мы с ней сидели. А, еще снимаете. А за снятие ресниц отдельная оплата, наверное, да? Именно если чужое снятие, то да, плюс 5 мот, а если уже свои ресницы, то нет, бесплатно. А, то есть если ты сама это делала, то бесплатно. Ну, по-моему, в ногтях то же самое, да? На ногтях, если честно, не знаю. Но кажется, да. По-моему, снимают покрытие, если свое, то бесплатно, если чужое, то... Ну да, все равно там есть свои реснички, там быстро сняла и все, приступила к работе даже. И там уже остается к концу месяца, там остается 5-10 штук. А бывает именно все-таки это еще и зависит от клея. Ко мне приходили девочки, 7-8 недель носили. И именно вот и оставались вот еще такие веники. Я их снимала где-то очень долго, а потом еще наращивала. Я их там ставлю и говорю, господи, а почему у меня такие не густые реснички? Они все-таки привыкли к такой густоте. И знаешь, что самое интересное? То, что у них свои реснички, они не густые, как бы. И они очень тоненькие. Мне просто интересно, как вот такая густота держится на таких ресничках. Мне всегда такое интересно было. Они могут и поломаться, и так далее. У меня лично больше месяца однозначно держалось. У меня некоторые выпали, я просто подкрашивала немножко тушью. И потихоньку они все выпали. Бывает у многих начинается в течение 5 дней после наращивания, выпадает. А бывает именно уже в конце месяца. Это все-таки уже от человека зависит, мне кажется. А вообще опыт занятия лэшмейкером, то есть работы лэшмейкером точнее, на какой период ты работала? Сколько опыта у тебя? Ну, более полугода, если можно сказать. Мы начали где-то в сентябре именно обучение. Обучение было, значит, месяц. Еще месяц я проходила с моделями, каждый день было по 2-3 человека. Брали только 10 монад за материалы, и все. А вначале просто было бесплатно, когда я уже там была. Здесь мат это 450 рублей, кто не знает. Эта процедура некоторым не нравится, просто потому, что некоторые идут к непрофессионалам. Им там все ресницы склеивают. И потом у них складывается нехорошее впечатление об этой процедуре. У меня тоже были девочки. Они говорили то, что... Мы ходили, короче, к каким-то мастерам на 28-ом там, или на Генжлике. И там им делали, значит, когда снимали, они их отправляли куда-то там в душ, чтобы они это все... И с закрытыми глазами, приклеили, они сами идут. Без мастера, без ничего. Ладно, с мастером я с вами. Они без мастера идут, так, с закрытым. Кто туда ударится, кто туда... И плюс они еще приоткрывают глаза, и это может попасть им внутрь глаза, и будет просто или ожог, или еще что-то. Они ко мне приходят, они вот такие лежат, и говорят, господи, сейчас сняйте, сейчас скоро будем вставать. И они уже такие подымаются, когда мы уже начинаем это, да, все смывать. Они говорят, я говорю, куда вы подымаете? Куда, кстати, я такая в шоке? А они говорят то, что... Так, нужно же идти куда-то там, это... Я говорю, дед, ложитесь, я сама все сделаю. Надо же в душе. Я тоже изначально, когда ты мне сделала один глаз, я такая лежу, думаю, блин, сейчас открывать, сейчас будет сжечь глаз. Я такая говорю, ну все, до 15 минут нельзя открывать. Я такая, в смысле, 2-3 минутки откройте. Я такая, открываю, у меня ничего не жжет. Я такая, бог мой, спасибо. Я, если честно, то раньше тоже думала, что нужно 2-3 минутки, и потом уже открываем. Просто у многих, например, некоторых у меня со старым клей, именно жгло, такое было, да. А у некоторых даже не жгло. И вот сейчас мы купили новый клей от Vivienne, Париж. И, значит, вот мне вот с ним очень повезло, если честно. Но его очень сложно купить, я серьезно. Потому что я покупала у своего мастера тот клей, то, что он у нас раньше был. И он тоже нормальный, но он очень капризный насчет комнатной температуры. И это такое себе, если честно. Капризный в каком плане? Сложно с ним работать? Да, с ним сложно работать, и он, бывает, даже тянется. Бывает, не тянется, бывает, непонятно. То, что можно с ним работать или не можно. А вообще наращивание ресниц, вот, как ты считаешь, портит вообще ресницы свои? Ну, мне кажется, все это все-таки зависит не только от мастера, но и от материалов. Лично я своими материалами довольна, потому что я нашла, наконец, тот клей. И я его нашла, грубо говоря, вот уже под конец работы. Потому что я первый месяц работаю, у меня мастер просто тоже заказывает подсериал из Украины. И я ей доверилась. И насчет ресниц у нее вау прям. Потому что я довольна. То есть хорошая? Да, очень. А вот насчет клея, он капризный, из-за этого я не могу к нему привыкнуть. Я покупала и другие клея, они мне не нравились. А вот то, что Vivienne мы последний нашли, мне он более-менее понравился. А в Баку нету, что ли, аналогов именно заказывать? В Баку, если честно, Vivienne не находила. А так подделок много, наверное. Да, это точно. Я заказывала, например, в последнее время Нейша, один раз покупала. Мне сказали, что он очень хороший, бери, покупай. Все будет хорошо. Я не думала. Я купила и такая. Первый день все было хорошо. Я не жаловалась. А второй день уже все, пошло, поехало. А там он начал и тянуться. И все, что угодно с ним было. Я была очень довольна. Хотя он стоит, вот как вот раньше я покупала Воле, за 26 он стоит 27-26. Что-то такое он стоит. Как-то так. И на сколько клиентов он хватает? Значит, он 3 миллилитра. И на сколько? Ну, говорят, на месяц. Я его даже полностью не использовала. Я там использую максимум 2 недели. Потому что я купила другой клей, потому что он уже был плохой. И все. Ну, мне кажется, все-таки самая интересная работа у меня. Сидеть и кушать на камеру. Ой. Но если бы у меня не было бы канала, если бы у меня не было бы своей основной работы, я бы 100% занималась бы чем-то из сферы бьюти. Возможно, мастером бабуникер. Да, там все профессии интересные сейчас. Мне вот, например, понравилось, когда я была в парикмахерской, я помогала своему мастеру, я была как помощник. Мне нравилось ей помогать и в укладках, и в прическах. Многие говорят то, что, типа, когда я училась в школе, мои одноклассники всегда говорили то, что, типа, это плохая профессия, это тогда, короче, мало зарабатываешь и так далее. Я бы не сказала. Насчет заработка мне пофигу, да? Насчет интереса. Лично мне очень нравится. Это правда устой, что там спина может болеть и так далее, но это интересно, серьезно заниматься. Любой профессией, если тебе нравится, то... И тут вдруг я заметила, что... Я совсем забыла. Я проиграла. Я забыла про челлендж. А я с тобой вообще забыла про этот челлендж. Я вообще не певала. А я забыла. Я однажды, короче, одно видео снимаю. Крылышки из KFC. Я говорю, все, челлендж, не запивай. И, оказывается, я пью, 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 болтаю. В конце еще ничего не сказала про этот челлендж. Чем он закончился там? Я не могу без воды. Если вы тоже хотите классные, длинные, клевые реснички, которые будут держаться два месяца, у меня держалось, то обязательно переходите в инфобокс. Там я оставлю ссылочку на Сабину. Можете ей написать. Она вас проконсультирует. Если у вас есть какие-то вопросы, или просто можете на нее подписаться. Так что вся информация будет в инфобоксе. Пишите свое мнение в комментариях. И подписывайтесь все на канал. Будем всех вас ждать.